Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок! В этом видео с вами я, Пашки Ивич Анна, и мы говорим на такую тему, как развитие растений томатов, перцев, баклажан в условиях аномально холодной весны. Наверняка многие из вас успели оценить те колебания температур, которые были характерны для весны 2022 года. Также текущая весна была щедра на обилие холодных порывистых ветров и зачастую на отсутствие хорошего солнечного света. По этой причине рассада наших посленовых культур, высаженные в теплице и парники, показала соответствующие реакции. Очень часто рассада перцев и баклажан реагирует на нетрадиционные условия выращивания путем торможения в росте. Также торможение развития рассады может быть вызвано накопленной почвенной инфекцией. Поэтому, если у вас, как у меня, новая теплица, свежий грунт, то вопросы не к почвенной инфекции, а к температуре почвы, которая, к сожалению, не способствовала активному росту и нарастанию корневой массы. Как еще растения могут реагировать на аномальные низкие температуры после того, как мы их высадили в теплицу или в парник. По мере того, как они растут, развиваются, начинают формировать будущую зависть, идет стадия бутонизации, а температура не поднимается в теплице выше 15-12-15 градусов, это тормозит некоторые ростовые процессы. И по этой причине можно видеть бутоны на томатах, например, более широкие, или стебли на перцах, например, также как бы сдвоенные, также немного деформированные листья, у которых не разошлись в разные стороны черешковые части и так далее. Не следует задавать себе вопрос о каких-то мутационных процессах. Это одноразовое явление температурного характера. Еще одним из распространенных внешних признаков стресса у растения, которое вызвано какими-то нестандартными условиями выращивания, это изменение окраски, в частности в сторону фиолетовой окраски. Очень часто можно было видеть как в сети, так и в комментариях, очень часто задавали вопросы, показывая фиолетовые листья, фиолетовые стебли и говорили о том, что скорее всего растение уже не удастся спасти. Но мы с вами знаем, что фиолетовый свет, если это не наследственный признак некоторых растений, имеющих антоциановую окраску, то это говорит о нехватке фосфора. Поскольку фосфор растения получает корневой системой из грунта, а в грунте температура ниже той оптимальной, которая будет способствовать хорошему корневому питанию, то растения в верхней части недополучают фосфор и соответственно окрашивается фиолетовый цвет. Если у вас такая же картина, то вы можете прибегнуть к надземным или внекорневым подкормкам, подкормкам по листу с использованием, например, хорошо растворимого удобрения монофосфат калия, подкормив свои растения буквально один-два раза в зависимости от степени выраженности данного признака и от того, насколько быстро он будет у вас уходить с ваших растений. Но еще раз повторюсь, есть генетически детерминированные признаки, особенно это касается тех сортов, гибридов, у которых заявлена фиолетовая окраска плода, то у них фиолетовые, например, листья, но чаще стебель будут иметь такую окраску на протяжении всего периода развития. Наряду с изменением зеленой окраски в сторону фиолетовой, также может меняться окраска особенно нижней листвы, зеленой в сторону пожелтения. Это будет тоже являться признаком того, что наше растение, к сожалению, стрессует. Ему не хватает азотного питания, которое замерло в низкотемпературной почве. По этой причине подбираем оптимальное азотсодержащее удобрение, обязательно смотрим на инструкцию, разводим его в соответствующей дозировке, чтобы не спалить свои растения и кормим его по листу. И даже когда вы заложили обильное питание будущему урожаю в прикорневой зоне, когда вы провели несколько листовых подкормок и ваши растения по какой-то причине сбрасывают, например, бутоны, цветки, это в частности касается перцев, то скорее всего это реакция на стрессовые условия, на повышение резкое или понижение температуры. Снова необходимо подкормить наши растения, уже используя антистрессовые препараты. В качестве последней хорошо использовать гумасодержащие препараты или препараты на основе аминокислот, которые будут способствовать ростовым процессам в клетках наших растений. И помните, что любые стрессовые ситуации преодолимы не только растениями, но и людьми, поэтому не стрессуйте, оставайтесь на канале про цветок, оставляйте лайки и не забывайте про подписки. Всего вам доброго и до новых встреч!